здравствуйте дорогие друзья привет вам из америки давно не виделись это неделя была такая напряженная у меня начали мы ездили в путешествие начали с родителями потом с сестрой ездили к родственникам видео к ее свекрови и к звёкру в гости а с родителями мы ездили в зоопарк город омаху вы видели уже короткое видео я такое небольшое сняла не шорта просто небольшое видео про омаху омаха это столица штата небраска мы получается проехали 4 штата чтобы попасть в омаху проехали кэнзас проехали миссури проехали айо и в конце концов попали в небраску основной целью посещения был зоопарк в омахе это действительно знаете сколько я видела зоопарков до этого моим самым любимым зоопарком который произвел на меня впечатление был зоопарк в вене это старейший зоопарк европе так вот за парк в омахе он по моему старше чем зоопарк в вене ему уже более 100 лет как это ни странно и он потрясающий я никогда не видела таких зоопарков это круче чем диснейленд вот действительно стоит туда поехать учитывая вообще размеры этого зоопарка и вот так скажем качество 15 или там 16 долларов за вход это просто смешная цена за такой зоопарк ну и конечно в общем зоопарка в зоопарках царит особая атмосфера в общем-то там работают особые люди в любых зоопарках я не звала там всегда работают энтузиасты в общем-то таких местах забываешь вообще что на каком континенте находишься это просто зоопарк где люди которые работают там они очень озабочены своими подопечными ну конечно условия в которых живут животные это просто приближенные максимально в в омахах в зоопарке в омахе они просто приближенные к натуральным особенно меня поразил дом пустыни пустынный дом тут должны быть птицы но их не видно очень жарко где-то они спрятались здесь красивое такое здание оценка из ковбойской жизни что оценка из ковбойской жизни пустынный дом это такой большой купол необъятных размеров стеклянный под ним находится на первом этаже пустыни пустыня имитация пустыни с животными пустыни разные пустыни там собраны и завтраки пустыни гоби из австралии не помню как называется и местная пустыня представлена здесь тоже не помню как называется если вспомню может быть здесь вот напишу а может быть и нет не знаю а значит и что самое поразительное там есть второй этаж подземный и где представлены животные пустыни которые выходят только ночью и там поддержана такая вот атмосфера тоже немножко влажная и конечно больше всего поразило значит болото там есть отдельно вот в этом же доме пустыни на вниз там есть американские болота и там лежат 15-метровые аллигаторы и крокодилы и какие-то безумные рыбы плавают значит внизу в этой такой вот мутной воде а вы по мостикам проходите над всем этим богатством и просто впечатления незабываемые сама пустыня она сделана так вот будто бы вот вы наверху когда проходите как грот имитация грота летучие мыши тоже как бы в гроте там когда внизу ночные животные смотрят смотрите вы очень конечно потрясающе конечно же аквариум моей маме очень нравится аквариум они часто кстати посещают это же не их не первый визит зоопарк в омаху аквариум потрясающе но там как бы все стандартно рыбки акулки скаты в трубе как обычно мы любим все уже все нам знакомо пингвины которые смотрят на людей с большим удовольствием с не меньшим чем омахуаааааааааааааааааааааааааааааааок аквариум потрясающе но висители открывают Субтитры делал DimaTorzok Дом бабочек посетили мы, змеи. Конечно, погода была ужасная, в смысле, что было жарко, поэтому мы смотрели только то, что было в павильонах. На открытых пространствах мы уже не смогли посмотреть, уже просто не было сил ходить по открытому пространству, посмотреть животных, которые в открытом пространстве, в открытых вольерах находятся. Ставили это на следующий раз. Также там есть канатная дорога, значит, у них можно проехать на канатке, над вольерами. В общем, место потрясающее. Ах, 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 ах. Люди выстрелились в очередь, чтобы зайти в Дом бабочек. Пускают группами, чтобы бабочки не вылетели. Обдувают каждого. Милый, мне нравится. Много всяких аттракшенов. Это еще есть такая, называется Animal Artwork. Картины, которые рисуют животные. Вот это вот ягуар нарисовал. Вот это вот пингвин. Вам, друзья, будет интересно, как художникам. Вот это вот свинья нарисовала. Такой вот поросенок. Абстракция. На холсте, кстати. Не поскупились. А вот это крокодил. Выставка работ зверей. Место потрясающее. Но, как всегда, немножко страдает сервис на входе. Оказалось, что они убрали кассу. Знаете, как это? Женщину вынули, автомат поставили. Касса с человеческим обслуживанием не работает. Они перешли на электронные кассы. Ну, вроде бы, чего такого у нас уже. Ну, в Эстонии так точно. Это уже нормальная практика. Хотя у нас, наряду с электронными вот этими автоматами, где вы можете сами оплатить билет, самостоятельно у нас всегда работают кассы с людьми. Человеческие. Где можно пойти и по-человечески заказать билет по старинке. Тут они, значит, радикально решили. Они просто поставили эти экраны. А вот сразу же выстроились очереди, потому что жара. Экраны не работают. Вот, зависает у них компьютер. И на вот этих вот шесть экранов поставили только одного мальчика, который бегал и всем оформлял, помогал, значит, перегружать эти самые компьютеры. А кассы, значит, обычные альтернативы. Альтернативы с зависшим компьютером, в которых вы можете покупать билет, нет. Нет. Вот. В общем, перешли на электронное обслуживание. А электронное обслуживание не работает. Но что самое удивительное было, что, значит, билет вы можете купить и онлайн. У нас как? Покупать билет онлайн, там на телефоне проходишь, ну, как в аэропорту, показываешь тебя, там, сканируют, да, этот твой QR-код, и ты проходишь. Но тут не так. Ты его покупаешь онлайн, а потом ты его должен распечатать в этой же самой электронной кассе. То есть смысл покупки билета дома теряется абсолютно. Получается, ты должен точно так же выстоять в очереди к электронному автомату и распечатать этот билет. И у нас как раз была такая ситуация, когда мы подошли, уже перед нами была женщина, ей надо было только распечатать, она в интернете уже все оплатила, и на ней завис этот компьютер. Как раз завис, она стоит такая, там ждали мальчика пять минут, мальчик пришел, перегрузил, опять не работает, она так в бедную очередь, значит, в следующую. Вот давайте сюда. А она такая, говорит, ой, извините, все нормально. А уже мой очередь говорит, нет, это ненормально. Это ненормально. Но тем не менее, конечно, когда мы все-таки попали в зоопарк, все это, конечно, забылось, вот впечатление перекрылось положительными. Значит, мы остановились в отеле, когда ездили в зоопарк, это поездка долгая, часа четыре, или три с половиной занимает из нашего города, то есть это такой был настоящий road trip. Останавливались на заправках, ели вредную еду, как сказал, отчим надо есть вредную еду. Покупали всякие там крылышки, вот все как полагается. В Айове меня поразило, что человек, который там продавал эти сувениры, ну вот в этих заправках, там такие, в принципе, магазинчики симпатичные, можно купить все, что хочешь. Хочешь крылышки, фастфуд, хочешь сувенир, домой майку там какую-нибудь с этими страками, вот эти, которые ездят. Мы ехали как раз по легендарной дороге 66, которая описана во многих фильмах, road 66, много сувениров на эту тему, я даже купила брелочек себе на память. В общем, человек, который там, мужчина, который продавал все эти сувениры, такой дядечка симпатичный, значит, мы там покупали племяннику этот коктейль, машина была коктейльная, и она опять-таки, все, что связано с электричеством у них, там она зависла опять, не могли мы коктейль свой, значит, получить, взболтать. Вот, машинка что-то, она начала перегружаться, и не перегрузилась. Пришлось позвать человека с кассы, он пришел, начал, значит, гнило разговаривать, чистить эту машину, смотреть, что там не так, и у него на боку висел пистолет. То есть, в таком мирной обстановочке, дружелюбной у человека, в кобуре просто открытый, вот так вот, видно, что пистолет, а видно, приходится ему на этой Road 66 отстреливаться от кобуры. Подожди. Кроводки. Я троллая. Кроводки. 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 У нас тут обед. Все едят. Картошка. Все они любят такое, все во фритюре, все в детстве. На закусочных. Chicken on the run. Курица на бегу. Добл-предит. Добл-предит. Да, остановились мы не в Омахе на ночевку, мы остановились в городке, который называется Council of Love. Как мне объяснили, это значит, место, на котором построен этот городок, это было место сбора вождей. индейских индейцев. Вот эти консулы, они собирались, там как бы возвышенность, небольшая горка, они собирались там и выбирали главного себе вождя, консула, который отвечал за все вот эти вот племена. Вот этот городок Council of Love назван в честь вот этого исторического, скажем так, события. Но это, насколько я поняла. Дело в том, что все-таки английский мой хромает, не настолько хорош, хотя, конечно, здесь я получила кучу комплиментов, что у меня прям дирекцию нет английских, все такое. Ну, на заправке я могу себе что-то купить. А так вот, когда в беседе, ну, сложновато мне в быстрой беседе выцепить, выцепить суть могу, но долго соображаю, короче, понятно, вы поняли, практики не хватает. Сам городок мне понравился, такой типичный, очень милый городок. Видно, что он курортный, что туда приезжают отдыхать. И интересно, что вот из этого городка видны многоэтажки, скажем так, Омахи. Просто вот видно, вот вы выходите на улицу, видно, что там, может, в километрах 50 Омаха. Вот. Но эти города находятся в разных штатах. Получается, 15 минут езды их там отделяют. Даже, может быть, ближе, чем 50 километров, наверное, ближе. Потому что там 15 минут ехать из одного из канцер-блафа в Омаху. Вот. Но они находятся в разных штатах. Канцер-блаф находится в Айве, Омаха, соответственно, в Небраске. Вот. И мы там остановились в отельчике. Отельчик был такой, ну, неплохой. Там был бассейн. В общем, мы там наплавались в бассейне небольшом, конечно, с детьми, с джакузи было. Вот. Но опять-таки, что касается обслуживания, это был отель Рэдисон. Но они не меняли полотенца. Полотенца не меняли только за доплату. Вот. И у них не было, не выносили мусора за два дня. Они сказали, что у них уборка только раз в неделю происходит. Потом, значит, рядом было казино. большое расположенное. Оказывается, казино очень популярно как вид отдыха здесь. Очень популярно, просто чуть ли не семейного отдыха. И казино, это является центром, таким, вокруг которого строятся отельчики, отели. Люди специально приезжают отдохнуть в казино. Так что, вот даже когда Лас-Вегас популярное действительно место, ну, я не знаю, как у нас, я не знаю, Карпаты. отдохнуть в Лас-Вегасе это как вот съездить на Гаверлу, вот так вот скажем. Или куда-нибудь во Львов. Такое развлечение. Во Львов там, или в Харьков, или в Киев, или в Одессу. Вот развлечение такое. Съездить, лучше поиграть в казино. Такое вот, это вот парковка, американский флаг, отельчик, большой отельчик. Сейчас покажу вам рядом казино. Казино, как они говорят. Кстати, по-эстонски, эстонцы тоже говорят казино, на первое слог ударение, как у нас на последний казино. Тут много парковок, с той стороны тоже какой-то центр. Тут кинотеатр, театр. Вот, а вот это тут, значит, вон подкова, подкова казино. Это еще Хилтон. В общем, отели Хилтон, Рэдисон, развлекаловка. Вот. Вот казино. Они туда семьями ходят, развлекаться. В этом городке Каунсилблафе есть хороший музей железнодорожный, посвященный железным дорогам. Железные дороги сыграли очень большую роль именно в этих средних штатах. Они связывали штаты, значит, между собой и шло расселение на на запад. Да, на запад. Шли люди с востока на запад и, значит, переселялись в другие штаты, значит, именно по вот этому Union Pacific, по этому пути. и там, значит, музей, бывшая библиотека, хотя она не бывшая, она действующая, но, в общем, там три этажа отдано под музей. Музей бесплатный, существует на donation, то есть, на пожертвование. Только, и там, значит, два этажа посвящены железной дороге, железной дороге, и один этаж посвящен Pony Express. Это вот этой службе доставки, которая осуществляла перевозки дирижанцами. Там вся история, вот просто как в вестернах показывают, колбои там, работники почтовых служб в этих шляпах с оружием отстреливаются от индейцев или от каких-нибудь разбойников, которые хотят напасть, допустим, или на поезд или на дирижанс, когда еще там не было железной дороги. И вот они защищали вот такие вот перевозки. Перевозки почтовые, скажем так. Вот, грубо говоря, наши бы картины, если бы мы их отправляли тогда через Эмэй, они бы доставлялись в Pony Express и бы защищали вот эти вот работники почтовой службы. Очень трогательный музей, с любовью сделан. Есть всякие артефакты. железная дорога. перевернулась. Переворачивайся. Видишь, такая штучка сама. Давай, мама, я сфотографирую на поле железной дороги. Мне еще нравится эта руководка. Вагон для важных персон типа Линкольна. Вот, резлокачалка. Смотрите, если я . Дедушка в клетке. Какие были сидения. Ой, смотри, можно посидеть. Буфет. Дедушка в клетке. Прикольно. Вот посуда какая была. Для общения у меня салагон. Ну вот это, смотрите, как они называются, а тут большие. Межсемейные. Вот это, как они называются. Сидят через спальные. Спальные. И это алипасы. Давай. Ладушка, это работает или нет? Да. Как ты двигаешься к нам, давай узнаем о ПТС, новая технология-самберной технике на рейерах в США. ПТС берет информацию, как папа или вероятности, и передает дедуша у нас train-производится в один едином виде. Давай посмотрим, как союз интеграцией ПТС-усплей выглядит как в реальном времени. Как вы видите, это паночная дисплей. Сверху с паночей к 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 паночей к... Я его уже засняла. Все, let's go home. В общем, музей вов. Городок тоже очень симпатичный. Много разных скульптур, скульптурных композиций, посвященных всем воинам. Такой мемориал погибшим. Тут из этих мест. Первая в мировой войне, во второй мировой войне. Там есть прям такой мемориал. И красивые скульптуры на эту тему. В общем, очень довольно-таки милая атмосфера. Но, конечно, погода опять-таки очень-очень жарко было. Невозможно было нормально по парку погулять. Только в тени деревьев. Ну, видно, что город хороший, популярный. Есть бомжи. Наверное, по крайней мере, люди, которые собирают бутылки. В общем, такой с европейским налетом. Здесь детишки забавляют. Здесь детишки забавляют. Можно на пикничок выйти. В общем, трейн. Тут рядом музей. Есть железный факт. Белий факт. Белий факт. Белий факт. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Очень понравился Добавил DimaTorzok 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 Они сами придумывали дизайн и постоянно все здесь улучшают. Дом такой одноэтажный, но есть бейсмент, это подвал. Снаружи он одноэтажный, а по факту он двухэтажный дом. Если закуску к вину, типичная американская закуска, сказали, что бутерброды будут. Перенесли два бутерброда, вермишели, бобы. Бабушка купила горку специально к приезду внука. А еще у них тут есть кот. Одноглазый. В истории вот этого кота, хозяева этого дома, я сейчас гощу. А у них еще были дома, ну мало того, что у них есть антикварный магазин, у них еще есть дома на сдачу. То есть я говорю, что они обеспеченные люди, в принципе. И они сдавали тут еще в этом городке дома на сдачу. И когда, значит, съехали жильцы, у них был кот и собака. Собаку они забрали, а кота оставили. И вот хозяева забрали кота себе. Теперь его досматривают. И уже бывают такие ужасные люди. И здесь то же самое в Америке тоже. То есть люди везде одинаковые. Кто-то животных бросает, а кто-то за ними ухаживает и спасает животных. Субтитры создавал DimaTorzok She got it from Mary, got it from Marie And everybody knows that Marie got it from me Здесь скидки отмечают картинками. Нужно посмотреть скидки. Это серебро. Это серебро. Это серебро. Ну, что рассказать. Я поснимала немного дом. У них большая семья. Получается, у хозяйки дома Сэри. Сара, Сэра, Сири, Сэри. В общем, у хозяйки дома трое детей. То есть это Брайан, муж моей сестры. И у него еще есть две сестры старших. Все они живут в Хейсе. У них тоже там, соответственно, есть мужья. Уже дети. То есть семья большая. Постоянно все приходили, знакомились. Сидели, болтали, приносили еду. В общем, там у них есть бассейн. Купались в бассейне. Все очень мило. Очень хорошо. Но я вам скажу, что там погода у них в Хейсе. Вот именно в середине, в сердце, как они говорят, сердце Канзаса. Ну, вот такая вот именно, как описано у Элли, да? Волшебник изумрудного города. Там постоянные ветра. Мы когда выезжали туда, значит, Брайан, муж с сестры, сверялся обязательно с прогнозом погоды. Как идет, значит, куда идет грозовой фронт, когда будет шторм, и мы попали немножко в шторм, когда мы ехали, по краешку зацепили. То есть когда небо полностью потемнело, молнии сверкали, ветер сдувает с дороги. И когда мы ехали вчера, возвращались обратно, мы хотели выехать чуть попозже. Вот, но пришло сообщение, что надвигается гроза, надвигается шторм. И тогда Брайан сказал, быстро все собираемся, садимся в машину, едем, потому что мы потом не уедем. Опять идет буря, опять ветер. Вот мы еще там даже немножко успели забежать в ресторанчик, покушать перед отъездом. И как ее официантка пожелала нам, чтобы нас не сдуло с дороги. Пошутила так вот. В общем, вот так вот насыщенно. Насыщенно прошла эта неделя. Я вам сейчас тут еще добавлю видео, разобью немножечко всякие видеофрагменты из моей поездки. Но неделя моя напряженная не закончилась. Завтра я поеду уже в Кэнзас-Сити сдавать свою картину на выставку. Так что уже вот завтра сдам на выставку картину. И, наверное, уже вот этот напряженный отдых напряженный мой закончится. Вот так вот, я так надеюсь. Надеюсь, начнется другой напряженный отдых. Ну, вот в общем-то и все. Значит, спасибо, что остаетесь со мной. Спасибо, что смотрите мои видео, пишите комментарии. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok